Привет. Сегодня мы снова разберем сайт. Сайт называется «Подкасты на русском». Это такой простой инди-каталог, где собраны подкасты, которые, собственно, да, на русском языке. В общем, с этим каталогом есть одна особенность. Я придирался к тому, как он сделан. Сделан он, в общем-то, неплохо. Его сделали Дэн Талала и Саша Лунёв. Видно, что ребята постарались. У них это сингл-пейдж, у них картинки оптимизированы, у них разметка вроде бы адекватная, есть заголовки, есть всякие семантические теги, но нет идеальных сайтов. Я не умею делать идеальные сайты сам, никто не умеет делать идеальные сайты. Правда? Поэтому я постарался придраться, я постарался найти места, которые можно улучшить. Кстати, если вы хотите, чтобы я разобрал ваш сайт, если вам интересно, что я о нём думаю, и вот подобное видео бы о нём записал, придумайте, как меня заинтересовать и пишите. Сайт выглядит как классический каталог. Ничего лишнего, минимум страниц. В общем-то, отдельные страницы под каждый подкаст, а на главной странице полный список всего, что есть. Плюс дополнительные ещё подборочки и некоторые страницы про проект, некоторые страницы дополнительные, но мы в основном будем с вами смотреть на сам каталог. Давайте замерим то, что у нас есть на главной странице в PageSpeed Insights и посмотрим, что думает Lighthouse про этот сайт. 94% для мобильных, а для десктопа 91%. В прошлый раз, когда я запускал, для десктопа было 100%, но в этот раз 91%. Вы все, я думаю, знаете, что Lighthouse показывает разные результаты в зависимости от фаз луны и расположения роза ветров. В общем, результат неплохой. Есть некоторые советы по рендерингу, есть некоторые советы по кэшированию ресурсов, но в целом всё очень неплохо. Поэтому тут особо придираться не к чему. Пойдём на сайт и посмотрим, как там, например, грузится всё прямо в браузере, чтобы оценить ресурсы. Открываем DevTools, идём в Network, перезагружаем с отключенным кэшем, и получается, что приехало 836 килобайт и передано данных 2,9 мегабайт. Это значит, что данные эффективно и нормально сжимались. Что у нас ещё интересного тут есть? Давайте посмотрим на протокол. HTTP 1.1, местами HTTP 2, но это, видимо, скрипты подключаются откуда-то ещё. В общем, да, непонятно. Некоторые страницы и ресурсы подключаются по HTTP 1.1, некоторые по HTTP 2. Интересно. Какие у нас ещё по весу ресурсы есть? Самые тяжёлые — это JSON-ы с данными. Запрасываются сервис воркером из фетча. А давайте посмотрим, как этот сайт работает в оффлайне, например. Сходим сюда, сделаем оффлайн и перезагрузим. Ого! Сайт работает в оффлайне. Я здесь говорю «ого», потому что, несмотря на то, что сервис воркеры среди нас уже много лет, сайтов, которые реально работают в оффлайне и хорошо это всё используют, то есть свои оффлайн-возможности, не очень-то и много. В этом случае ребята постарались. Более того, они даже добавили манифест, кроме сервис воркера, и этот сайт можно установить как приложение. Chrome для этого показывает даже специальную иконку. Если закрыть DevTools и пойти сюда нажать плюсик, то можно установить это приложение. Давайте установим. И вот у нас теперь есть отдельное приложение, называется «Подкасты на русском». Оно ресайзится, его можно использовать как приложение. Другое дело, что для его работы нужен всегда запущенный Chrome. То есть вот здесь вот в доке запущен Google Chrome. Если я закрою Google Chrome, упадёт и само приложение, потому что оно использует Chrome как движок. Кроме подкастов на русском, у меня стоит типограф, Twitter, SVG, OMG, Skuš. В общем, какие-то веб-утилиты, которые я использую как отдельное приложение, и это удобно. Я не уверен, что подкасты на русском — это суперполезное приложение для того, чтобы ставить его отдельно на десктоп, но такая возможность есть. Как я уже говорил, мне пришлось придираться немного, поэтому я с особым пристрастием смотрел на этот сайт с точки зрения доступности с клавиатуры, с точки зрения доступности в принципе, тестировался скринридером и пришёл к некоторым выводам. В общем, давайте сейчас посмотрим, какие есть плюсы-минусы, ну и недостатки, возможно. В принципе, сайтом можно пользоваться с клавиатурой, и это очень хорошо. То есть мы стартуем сверху, у нас уже фокус пошёл, 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 и в принципе фокус нам на странице виден. Видите? Мы попадаем на разные части меню, на разные интерактивные элементы, и что-то на странице меняется. И вроде бы как проблем нет. Ну, попадаем, попадаем, можем даже перейти на какую-нибудь страницу. Давайте, например, сходим на 8 историй из 90-х, неплохой, кстати, подкаст. Мы сейчас на нём находимся. Как мы понимаем, что на нём находимся? Ну, тут уголок загнут, и штучка торчит наверх. Ну, допустим, и нажимаем Enter, и переходим на страницу этого подкаста. То есть отдельная страница. Мы перешли, адрес поменялся, ссылка сработала. То есть это настоящая ссылка. То же самое можно сделать с остальными интерактивными элементами. Например, мы сейчас пришли на все подкасты, видите, она была розовым, стала чёрным. Нажимаем пробел, открываем меню и идём по меню и навигируем на какую-нибудь категорию. Давайте сходим в категорию технологии. Нажимаем Enter. Во. О, знакомый подкаст. WebStandart называется. Здесь, в общем-то, тоже всё хорошо. И по самой странице тоже можно пойти с клавиатурой. Плеер отдельно. Он обычно встроенный браузерный. Ну и категории от тех же создателей. В общем, хороший каталог, собранный руками. Но мы здесь не про это. Мы здесь про технологии. Не знаю, заметили вы или нет, но когда я ходил по сайту с клавиатуры, всё вроде бы было хорошо. И я даже говорил, всё в порядке, вот показатель того, что мы находимся на этом элементе. Или находимся на другом элементе. Но я, конечно, лукавил. У фокуса на сайте есть беда. То есть навигация с клавиатуры не помогает вам пользоваться клавиатурой. Что я имею в виду? Когда я попадаю на какой-то элемент, он в этом случае, например, карточка конкретного подкаста, он слегка приподнимается, и у него загибается уголок. Представьте, что вы загрузили эту страницу, прошлись по ней фокусом, отвернулись, отвлеклись, там, не знаю, кот стащил сырник со стола или ещё что-нибудь такое. Вы возвращаетесь на страницу и думаете, где я сейчас нахожусь? Где мой фокус находится? И вы в жизни не найдёте маленькую картиночку, которая приподнята на 5 пикселей, у которой загнут уголок. Вы не поймёте, что это текущий элемент на странице, а это очень важно. Потому что, когда у вас есть мышь, например, вы мышку видите на экране, и там, где мышь, там, собственно, ваша интерактивность, там ваш управляющий элемент. Фокус — это ваша мышь. Не отображая его никак особенно, чтобы было очевидно, что вы находитесь прямо здесь, прямо сейчас, вы, по сути, отбираете фокус. То есть вы не совсем его блокируете, слава богу, и на этом спасибо, но отключая встроенный браузерный фокус или не добавляя какого-нибудь собственного дизайнерского, вы фокус всё-таки отнимаете. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы фокус выглядел гораздо лучше. Давайте откроем инспектор, создадим новое правило, и попробуем задать фокус более подходящий. Пишем здесь фокус. Он сработает на всех элементах. Мы конкретный селектор не указываем, но сработает на элементах в состоянии фокуса. И здесь напишем outline 4px solid. Здесь напишем фирменный цвет сайта, розовенький, ff34c0. И добавим к нему прозрачность. Такой outline будет получше. Прозрачность мы добавим в новом синтаксе, если вам не обязательно его использовать, но тут, раз уж я пишу hex, почему бы и нет. Мы добавим еще пару 16-ти ричных буковок сюда. Раз, два. То есть мы получили прозрачность AA. Это где-то в районе 50-60%. Это и плюс, и минус этой 16-ти ричные схемы. Она вроде бы и под руками, но фиг поставишь точное значение. И сделаем некоторый отступ. Outline offset. Ну, например, 4 пикселя. Закроем, чтобы нам не мешало. И давайте пройдем по странице еще раз. Вот это фокус. Я нахожусь на этом элементе. Идем дальше. Вот это фокус. Ну, обрезается. Ладно. Хорошо, когда ты дизайнер сайта. Ты берешь и решаешь, что фокус на твоем сайте будет выглядеть вот так. Розовая рамочка, полупрозрачная, которую будет видно, потому что ты считаешь, что доступность — это важно. А когда вам дизайнер принес это, что делать? Ну, есть разные варианты. Более того, даже когда вы сами нарисовали дизайн, вам не всегда нравится, когда вы нажимаете на ссылку, и фокус там появляется. Для этого есть полифил, который позволяет этот фокус ставить тогда, когда он действительно нужен, когда вы используете сайт с клавиатурой. Давайте посмотрим на другой сайт. Я его сделал для подкаста F-Word, который мы ведем с Брюсом Лоусоном. И что я сделал на нем? Смотрите. Я навожу на какую-то страницу, кликаю на нее, ничего не происходит. Навожу сюда, ничего не происходит. Ну, я кликаю, пользуюсь обычным сайтом. Открываю вот эту ссылку, возвращаюсь обратно, навожу куда-нибудь сюда, на эту ссылку, кликаю, ничего не происходит. Но если я попробую воспользоваться клавиатурой, будет совсем по-другому. Смотрите. Пошел, 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 и фокус у меня здесь очень очевидный. Это курсор, который прям говорит. Фокус здесь. Ты нажимаешь, например, Enter, и попадаешь сюда. И, например, переключаешь вкладку. Здесь вкладки сделаны доступным и хорошим образом. Можете посмотреть, как это реализовано. Об этом еще будет отдельное видео, конечно же. В общем, фокус здесь играет роль курсора. Этот полифил называется Focus Visible, и позволяет вам подключить скрипт, который определяет, каким образом вы пользуетесь интерфейсом, и в зависимости от этого рисует фокус или нет. То есть это небольшая добавочка скрипта, плюс вам еще нужно кое-что сделать внутри ваших стилей. Но, в общем-то, все довольно просто. Вы можете посмотреть исходный код сайта FWord, либо пройти на сайт полифила. Он там в NPM лежит, и ребята из Chrome Divrella и команд других угла его поддерживают, пока это свойство еще не поддерживается в браузерах. Вернемся на главную. И что-то я на картинке не смотрю. Подозрительно, да? Я же на картинке всегда смотрю. Давайте посмотрим на картинке. Идем сюда и пощупаем картинку. Inspect. И что у нас есть? У нас есть элемент Picture. Source, SourceSet, WebP двухкратный, однократный. SourceSet, двухкратный JPEG, однократный JPEG. И Fallback в виде IMG, тоже с однократным JPEG. Ну и размеры указаны. Все вроде бы в порядке, да? На самом деле, все довольно-таки неплохо сделано. Ну, то есть мы можем долго дискутировать. Может быть, хватило бы обычного JPEG, необязательно WebP добавлять. Да, знаете, ходят и такие разговоры. Ссылку на статью дам. Но тут другой вопрос. Мне кажется, разметка избыточная. Прикиньте, как я придираюсь, да? Ну, то есть, come on, сколько можно? Но нет, нашел место. Смотрите, когда мы берем IMG в виде фаллбека для Пикча, мы пишем IMG SRC однократный JPEG. На нем пишем размеры, пишем alt, ну или типа того. Что происходит дальше? Дальше мы пишем тег source, в котором указываем дополнительные источники для нашей графики. В итоге, если браузер поддерживает WebP, этот source переключит source тега IMG на значение SRC set, которое указано у этого тега source. То есть, по сути, картинкой становится и остается та самая картинка, которая была как фаллбек, то есть IMG. Source просто хранилище адресов. Так вот, в этом случае у нас есть source для WebP и source для JPEG, хотя JPEG у нас уже указан на фаллбечной картинке. Как можно было сделать? Можно было взять просто IMG, указать ему source, указать source set для двукратного JPEG и добавить еще один source для WebP. Этого было бы достаточно, но здесь происходит дублирование. Мы здесь указываем два source, один для JPEG, а другой для WebP. Так вот, source для JPEG можно смело убирать и решить двукратность дополнительным атрибутом для IMG. Давайте пощупаем семантические теги. Свернем и посмотрим. Ну, вообще, тут все сделано на свелта, поэтому тут много всяких рутов и прочего, что нужно этому фреймворку, но в какой-то момент начинается внутри контейнера, собственно, контентная семантическая часть разметки. То есть, у нас тут header, section, 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 section. и мейна нет. Непонятно, где на сайте главное содержимое. К сожалению, мейна нет ни на этой странице, ни на внутренней странице. Есть как бы ориентир header, а дальше просто секции. Этого, к сожалению, мало. На сайте нет футера, поэтому вопросов нет. Футера нет, ну, ничего и нет. А вот header непонятно. Более того, вот этот section, давайте сходим на самый верх, вот этот section, он странненький. Давайте посмотрим на другие секции. Вот, например, здесь. У нас секция написана. Новинки каталога. Это прям отдельная часть главной страницы. У нее есть описание, у нее есть все нормальное содержимое. Тут какой-то контент находится. Ну, здорово. Эта секция. Здесь тоже заголовок, внутри какой-то список, подборки. Ну, все отлично, здорово. Эта секция. А эта секция у нас просто input, label и все. То есть, это не какая-то большая часть главного контента. У нее даже имени нет. Это просто input и label. Это просто какой-то, ну, маленький отрывочек, такой, знаете, навигационной разметки, которая прекрасно пришлась бы в шапку. Шапка — это такое место, которое повторяется от страницы к странице и содержит всякие, ну, околонавигационно-информационные такие introduction вещи, которые представляют сайт, которые его озаглавливают. Вот буквально. Логотип, ссылки, поиск, форма логина и так далее, и так далее. Вот самые такие вещи в начале. А потом начинается контент внутри мейна, которого здесь нет. Поэтому я бы сделал совсем иначе. Я бы поиск положил внутрь шапки и убрал бы все эти секции, которые здесь просто являются дивом, который красиво назвали. Отдельно меня удивила одна кнопочка. Вот эта. Давайте ее пощупаем. Вот это — button, Aria Expanded False, Aria Has Popup. Здесь все сделано правильно для того, чтобы открывать меню, в котором можно навигировать. То есть вы видели, я прошелся по нему с клавиатуры, было все очень клево. Но внутри этой кнопки лежит заголовок. И это не тот тег в неправильном месте, на мой взгляд. Что значит не тот тег? Его поставили, он там сидит, и все в порядке. И заголовки — это же хорошо. Заголовки помогают ориентироваться на сайте. И если посмотреть на другие секции, то у нас они у всех имеют заголовок H2. И в этой секции тоже заголовок H2, который сделали кнопкой. Казалось бы, очень хитро и здорово. Но нет, это не очень правильное решение. Во-первых, заголовки нельзя вкладывать в кнопки. Это сказал вам не я, это вам говорит спецификации. И есть один инструмент, который позволяет вам проверить, что куда можно вкладывать. Этот инструмент называется Can I Include? Например, мы хотим вложить H2 в button. Нажимаем Enter. И он нам говорит, нет, вы не можете вложить. На основании чего этот инструмент нам говорит? Этот инструмент пропарсил спецификацию, и сайт нес свойства тегов. Смотрите. Чтобы проверить, можно ли вложить в кнопку H2, мы идем и смотрим контентную модель кнопки. В кнопке может быть фразовый контент. И никакого интерактивного контента, и всякие таб-индексы тоже нельзя. Давайте смотрим в категории H2. H2 у нас потоковый, заголовочный и palpable. Но не фразовый. То есть по спецификации вкладывать H2 в кнопку нельзя. Есть ситуации, в которых это нельзя оборачивается очень плохо. Теги начинают выскакивать, ломать родителя, и в общем-то вести себя довольно-таки плохо. Попробуйте вложить там список в параграф, и вот такие вот вещи. Там заголовок в параграф, там в ссылку завернуть. В общем, там будет абсолютное месиво. Дам ссылку на свой доклад, где это более подробно рассказано. Так вот, в этой ситуации, к счастью, заголовок из кнопки не выскакивает. Но вкладывать его туда нельзя. Потому что потенциально у этого могут быть проблемы. Спецификация говорит, не надо этого делать. И тут, конечно, встает вопрос, что, собственно, делать с этим. Мне кажется, что хорошим решением было бы положить заголовок, а рядом положить кнопку. То есть, по сути, добираясь с клавиатуры до кнопки, вы бы нажимали, допустим, на пробел, разворачивали весь этот список, и проходили дальше по этому выпадающему списку, выбирали какие-то варианты. Но наверняка вы захотели бы, чтобы можно было кликнуть по самому тексту заголовка и получить тот же самый эффект. Так вот, это же можно имитировать. Можно развернуть чувствительную область этой кнопки поверх заголовка, таким образом, чтобы не вкладывая его физически, но все-таки сделать его чувствительным. Да хоть JavaScript прикрутить. Хотя лучше, конечно же, имитировать, растянуть кнопку. Такое довольно-таки легко делать со ссылками, и аналогично можно делать, в принципе, и с кнопками. Вернемся на сайт и посмотрим еще кое-что. У нас есть картинки, у которых есть описание. Обложка подкаста «Киновестник». Прекрасно, прекрасное описание. Но еще у нас есть другие картинки. У нас есть подборки, в которых указаны авторы. Видите? Давайте проинспектируем. И здесь написано «Фото». Строго говоря, наверное, можно догадаться из контекста, что это текст по тех и час. Здесь какой-то текст, а там дальше подпись имя автора. И, наверное, это фото имеет отношение к автору, но это нужно догадываться. Здесь, конечно же, стоило бы написать, что это фото автора, или фото, собственно, Дэна, или что-нибудь подобное. «Альт фото» значит «Альт ничего». Мы можем, кстати, послушать, как это звучит. Давайте закроем наши DevTools, сходим наверх, откроем скринридер. Еще один заголовок. Текст. Еще текст. Еще текст. Ага. Фото имидж. То есть здесь нормальное описание, а здесь этот элемент, к сожалению, у нас просто фото. Непонятно, какое фото. Давайте посмотрим, какие заголовки есть на странице в принципе. Заголовки. Ага. По тех и час. Подкасты про видеоигры. Подкасты про настолки. Заголовки. Это очень полезно, и, к счастью, ребята их используют. Переходим. Да. Прямо сюда. Давайте вернемся к первому заголовку. И сходим на главную страницу. Переходим на главную страницу. Ау. Смотрите, где у нас остался фокус. Фокус застрял на предыдущей странице. Ладно, давайте пройдем дальше. Например, на страницу подкаста тот самый вестник, киновестник. Нажимаем Enter. И ничего не произошло. То есть мы перешли на новую страницу, а браузер нам об этом вообще ничего не сказал. Мы даже не знаем, что мы на ней оказались. Ну, то есть мы визуально понимаем, но веб-приложение, которым является этот сайт, нам ничего не подсказало. Из-за того, что это single page, то есть при клике на ссылку, что вы делаете? Вы прячете содержимое старой страницы, выбрасываете, кэшируете, уж не знаю, что вы там делаете, конструируете на лету, например, новую страницу. Так вот, когда вы конструируете новую страницу на лету, что вы с ней делаете? Вы прячете старую и показываете новую, да? Что делает браузер, когда вы переходите с одной страницы на другую? Пока новая страница не загрузилась, вы остаетесь на старой странице. Как только загрузилась новая страница, браузер вам говорит, новая страница, мы оказались на новой странице, вот ее title, и вот как она будет работать. То есть, когда вы делаете single page, вам нужно помнить, что когда вы переходите между страницами, вам нужно подсказывать пользователю, что что-то произошло. Есть разные тактики с этим связаны. Например, можно фокусировать весь body, или, допустим, весь html, или первый же заголовок на странице, то есть какой-то контент, и говорить, что мы находимся на этой странице. Например, h1, то есть главный заголовок на странице, который описывает, что здесь происходит. Это вполне себе хороший вариант для фокусирования после перехода, перехода на новую страницу. Ну, а так уже здесь особо не к чему придираться. Сайт прекрасно адаптируется. Готов для мобильной версии. Работает в оффлайне, использует сервис Worker, и, в общем-то, ставится даже как отдельное приложение. В общем, ребята постарались. Впервые, кажется, в этой рубрике сайт, на который очень приятно смотреть. Но даже к нему я смог придраться. Это все на сегодня. Напоминаю, что вы можете присылать подобные сайты на разбор, если придумываете, как меня заинтересовать, чтобы я снял подобное видео и привлек внимание к вашему сайту или просто сделал бы честный разбор по областям, которые вы видели из предыдущих видео. Доступность, графика, какие-то интерфейсные нюансы. Как обычно, это видео первым увидят патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первым, обязательно становитесь патронами. А если у вас и так все хорошо, то просто подписывайтесь. Мы, наконец-то, преодолели с вами отметку 14 тысяч подписчиков. Это неплохой результат. Но почему бы не дойти до 20? В общем, все, кто смотрит и кому нравится, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И давайте обсуждать все, что я вам сегодня рассказал или, может быть, какие-то ваши новые идеи прямо здесь в комментариях к этому видео. До следующего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok